Здравствуйте! Одним из самых популярных вопросов, которые задают нам наши клиенты, это что будет с квартирой, взятой в ипотеку при объявлении себя банкротом. Помните, что банкротство физического лица подразумевает списание долгов перед всеми кредиторами. Не удастся признать себя неплатежеспособным по части задолженностей, оставив при этом договор ипотеки в силе. Это обязательно следует учитывать должникам, пытающимся найти способы, как сохранить ипотеку при банкротстве. Любые соглашения с банком на стадии признания должника несостоятельным будут признаны незаконными. А за сговор должника с одним из банков, и если это привело к ущемлению законных интересов других кредиторов, предусмотрена административная и уголовная ответственность. А как быть, если ипотечное жилье – это единственное ваше жилье? Статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ прямо устанавливает, что невозможно обращение на единственное жилье должника, то есть реализовать его в счет уплаты долга в суд невозможно. Однако в отношении ипотечной недвижимости применимы положения закона об ипотеке, лишающая иммунитета находящиеся в залоге недвижимое имущество. И по этой причине, даже если в ипотеке находится ваша единственная квартира, в ходе банкротства она будет реализована. Финансовая сторона процедуры реализации выглядит следующим образом. Первое. 80% от стоимости недвижимости идет на погашение ипотеки при банкротстве, то есть в пользу банка-залогодержателя. Второе. Остальная сумма распределяется между другими кредиторами, согласно кругам очередности. Третье. Также часть суммы будет направлена на погашение текущей задолженности, то есть возникших во время процедуры банкротства. К ним могут быть отнесены затраты на оценку и обеспечение сохранности имущества. Четвертое. Если сумма, вырученная от реализации недвижимости, превышает размер задолженности перед кредиторами, то остаток будет возвращен должнику после проведения процедуры банкротства. А можно ли сохранить ипотечную квартиру? Если на жилплощади проживают несовершеннолетние, то до вступления их в совершеннолетний возраст квартира может остаться в распоряжении банкрота. В России первоочередно уделяется внимание правам детей. Если решение суда о продаже залоговой недвижимости вынудит их в буквальном смысле жить на улице, то следует незамедлительно подключить органы опеки к защите законных интересов и прав ребенка. Это даст вам отсрочку в несколько лет. А что будет с созаемщиками при банкротстве? Признание гражданина банкротом освобождает его от обязательств перед банками. Но сами обязательства не аннулируются и могут быть переадресованы поручителям или созаемщикам. Судебная практика по банкротству с созаемщиками позволила выявить следующий алгоритм. В ходе процедуры признания некредитоспособности при наличии ипотеки должник объявляет себя банкротом. Часть задолженности списывается за счет реализации имущества или реструктуризации долга. Банк теряет право предъявлять требования к банкроту. Если долг по ипотеке в ходе банкротства был погашен не полностью, его остаток будет предъявлен к погашению созаемщиками банкрота. Выходит, что поручителям созаемщикам по итогам банкротства должника придется выплачивать долги за несуществующую квартиру. Избежать этого можно, когда созаемщик по ипотеке тоже признает себя банкротом. То есть подавать заявление на банкротство стоит одновременно как основному заемщику, так и созаемщику. Поскольку на практике созаемщиком по ипотеке является муж и жена, то следует прибегнуть к совместному банкротству супругов. Если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Адрес нашего сайта указан на экране, а ссылка на него размещена в описании и комментарии к этому видео. Обращайтесь к нам, мы поможем вам законно избавиться от долгов.